Друзья, сегодня у нас вторая часть на обзор лазерного ультра-краткофокусного проектора Genovox B7U Pro. Обязательно ознакомьтесь с первой частью, ссылочка находится в описании. В этой части мы разберем еще ряд вопросов. Самое интересное это, работает ли голосовой поиск со стандартным пультом. Подключим данный проектор к ноутбуку, попробуем поиграть в игры. Установим HD-видеобокс и ряд других приложений. Ссылочки на все АПК-шки вы найдете по ссылочке в описании и в нашем телеграм-канале Китай близко. Картинка реально крутая, а LR-экран это тоже пушка. В общем, несколько дней я уже его тестирую, есть что вам рассказать. Думаю, будет интересно. Итак, смотреть фильмы мы уже с вами разобрались. На таком экране это отличный вариант. Напомню, что экран от этот компании Vivid Storm. Его особенность в том, что он моторизированный, прочный, четкий, со специальной тканью в виде треугольника, у которых верхняя часть поглощает свет, поэтому картинка не засвечивается от потолочного и бокового освещения. А лазер проектора проецирует изображение под углом снизу, и именно нижняя часть ткани, точнее вот этих треугольничков, бороздок и отражает свет, что и позволяет создать такой крутой контраст даже при дневном освещении и заменить 100-дюймовый телевизор. По играм. Я подключил свой ноутбук через HDMI, по первому взгляду, конечно, все отлично. В настройках экрана я выбрал разрешение 4K, и оно спокойно установилось. Запустил GTA V, поиграл часок, что сказать, играть комфортно. Возможно, какая-то здесь микрозадержка и присутствует, но к ней быстро привыкаешь. Сами можете сопоставить экран ноутбука и экран проектора. Практически все синхронно отображается. Можно подключать консоли, другие игровые устройства. Разницы особо не заметите, как мне кажется. Данный проектор поддерживает 3D. Сейчас оно не такое популярное, но я, допустим, на своем телевизоре Philips посмотрел под сотню фильмов именно в 3D. И реально так больше нравилось, объемней, да и эффекты радовали в некоторых сценах. На данном проекторе при запуске 3D-фильма, вот, допустим, Человек-паук, здесь вертикальная стереопара. Для активации 3D-режима держим шестеренку на пульте, появляется меню, и в изображении выбираем нужную пару. Вверх, вниз или лево, право. Картинка соединяется, и получаем реальное 3D-изображение, так что с 3D здесь все в порядке. Поддерживает. Проектор из Китая у нас приезжает голый. Да, здесь Android 9, поэтому можно качать приложение на флешку и уже с нее устанавливать нужное. Плеймаркета как такового нет. Изначально я установил магазин приложений App Store, там подтянул YouTube и VLC Media Player. Далее еще поставил актуальную версию HD Video Box и HD Film. Еще один момент важный, это голосовой поиск, тоже установлен через АПК с флешки. Разрешение власти я им не давал, никаким приложением, но даже при этом все работает, все хорошо. Голосовой поиск в YouTube проверяем. Проверяем голосовой поиск ребят на YouTube, заходим, видите, запрос. Выбираем здесь голосовой поиск и пробуем что-нибудь найти. Нажимаем. Белозеров. Все отлично находит. Выбираем мой канал и здесь уже можно что-то посмотреть. И проверим голосовой поиск в HD Video Box, очень популярный медиасервис. Здесь находится огромное количество фильмов, сериалов, все прочее. Переходим в поиск. Нажимаем голосовой поиск. Человек-паук. Все отлично находит, быстренько. Огромная база контента, можете смотреть все и так удобнее, чем допустим. Мы выбираем поиск и по буковкам будем все это вот так вот вписывать. Конечно же, голосом управлять круто. И хорошо, что здесь все это работает со стандартным пультом. Есть еще и ряд других приложений, в которых также голосовой поиск будет работать. Поэтому в целом здесь все быстро летает. Меню просто молниеносное. Да, здесь разрешение скорее всего стандартное 1920 на 1080, потому что не очень четкое. Но это сделано для того, чтобы можно было быстренько вот так вот по меню бегать. В магазине приложений еще есть ряд других вещей. Также можно установить кино HD. Здесь можем тоже запустить, посмотреть. Так, что у нас здесь? Поддержать, закрыть обновлено. Закрыть, нажимаем. Здесь нажимаем ОК. Принимаем условия. Так, я это приложение использую в первый раз. Здесь вот поиск. Введите текст. А здесь голосового поиска, кстати, нет. А не есть голосовой поиск, но почему-то он недоступен. Еще одно популярное приложение это кино HD. Здесь также есть голосовой поиск. Выбираем поиск и... Выбираем поиск. Поиск и нажимаем на микрофон. Бойцовский клуб. Вот, пожалуйста, все работает быстро, шустро. Все загружается. Меню летает. Реально это очень удобно. И отличается производительностью этот проектор точно от других, которые более слабенькие. Здесь, в принципе, по меню все круто. Можно, конечно, подрубать мышки, клавиатуры беспроводные. Но и голосом все-таки удобнее работать. В приложении видеобокс и HD-фильм ситуация у нас аналогичная. В целом, по медиабиблиотекам работает все без проблем. Вылетов, зависаний, лагов, тормозов нет. Я запускал и 4К, и 4К HDR, и HDR10+. Разные звуковые дорожки все тащат. Это радует. Фильмы я включал как 2 гигабайта, так и 20, и 80, и 4К HDR+, работает. Флешку подключал на 120 гигабайт, диск SSD на 500 гигабайт тоже все кушает. Поэтому с этим проблем не будет. По поводу честности 4К, здесь не все так однозначно. Да, 4К как бы есть. Но они реализованы за счет вибрации микрозеркал, так называемый пиксель-шифтинг или разрешение со смещением. Об этой технологии можете подробнее прочесть в гугле и посмотреть видео. Если очень просто, вот вибрация зеркала, которая смещает пиксели, за счет этого четкость реально увеличивается. Так что это точно лучше обычных Full HD проекторов. А вот прям реал-лазер 4К, это нужно 3 лазера. Скорее всего и такие проекторы будут стоить уже в 2, в 3, а то и в 4 раза дороже. Но вопрос, будет ли такая существенная разница при увеличении стоимости? Это вопрос другой. Так что этого пока с головой хватает, да и хватит на долгое время. На сегодня все, друзья. Будем еще тестировать другие подобные устройства. Возможно у вас по этому лазерному проектору остались какие-то вопросы. Задавайте обязательно в комментариях. Постараем вместе с вами разобраться. Мое мнение, проектор реально крутой. Конечно бы хотел себе оставить этот сетап, наслаждаться кинематографичной классной картинкой. В таком разрешении это просто пушка. Даже звук этот хорош, который выдает проектор. В общем, ваше мнение. Жду в комментариях. Мы с вами увидимся очень скоро. Не прощаюсь. Продолжение следует.